Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем YouTube-канале. Да-да-да, я обещала и хотела вводить новый формат и снимать влоги из нашей повседневной жизни без какой-то определенной тематики и просто делиться всеми событиями. Но, если честно, я все снимала и ничего не монтировала. И вот, наконец-то, у меня дошли руки. И давайте, вот меня долго не слушайте, давайте просто смотреть влог. Поехали! Сегодня мой день начинается с того, что я еду к косметологу. Кстати, хотела порадоваться вместе с вами. Смотрите, джинсы, которые я купила, заказывала, они идеально подходят по цвету к моей куртке, любимой от Inovestors. У них даже пуговицы одинаковые. Вот, так что я в восторге. Еще в своих любимых кроссовках. Самых удобных на свете. Обожаю. Я опаздываю к косметологу. Мой таксист свалил. И сейчас я буду ловить такси на улице, потому что из-за того, что он свалил, у меня заблокировался Uber. А на местной карте у меня нет денег. Урод. Я предупредила косметологу, что я опаздываю. Поймала такси, выбежала из района, выбежала до оживленной дороги, поймала такси ручкой. И сейчас еду. Минус этого такси сегодня все уберем, что здесь нет кондиционера, и здесь просто зажарят. О, смотрите, какие рисунки в домах. Это, кстати, больница, насколько помню. Хоспитал какой-то. Но выглядит, конечно, городская больница нечастная вообще иначе. Прям так подрано. Это хоспитал. Клиника. Сыннический хоспитал. Вот это я понимаю, охранная система. Выгульщики собак. В этот раз собаки балищик. Блин, это не нравится. Лапочки. Китай? Нет. Итак, я вышла от косметолога, делала чистку, советовалась по поводу ухода, который он будет делать. Второй, блин, не комом, потому что, когда я первый раз пришла на чистку к другому косметологу в Аргентине, тоже русской, которая здесь живет 20 лет, меня просто погладили, сделали какой-то массаж от лица, я вышла, ну, как бы это была максимально щадящая чистка, как будто бы вот просто вот три точечки выделили, и все. В этот раз все немножко поглубже. Еще я узнала о нескольких местных, локальных. Надо это сфоткать. Смотрите, ради чего я прервалась. Это какое-то очень красивое здание. Так вот, я узнала о нескольких местных профессиональных брендах для ухода, которые, по словам косметолога, не хуже, чем Зоски на Баджи. Я думаю, что, по ее совету, когда я приду на следующий уход, я куплю себе тоник попробовать и SPF, потому что у меня нет легкого SPF здесь. У меня кожа чувствительная, мне нужно что-то с легкой текстурой, но с защитой где-то 30-50, а мой крем очень плотный, и сразу упоры все забиваются. Сейчас иду пешочком в кафе Las Flores. Давно хотела туда сходить, не могла никак вытащить Антона. Вот, он выглядит как теплица. Ну, сейчас покажу. Оно открыто как раз. Позавтракаю, потому что я еще сегодня ничего не ела. Смотрите, какая прикольная кафешка. Называется она Маукриада. Люди съедят десерты, пьют кофе прямо на проезжей части. А вот это я пока не поняла, что это, но мне очень нравится, как разукрасено здание. Блин, это очень круто. На фоне нее прям можно сделать очень прикольную фотку. Вот иду, иду, и нашла что-то еще интересное. Портери. Какая-то милая беленькая бейкери. И там внутри есть внутренний дворик с посадкой. А рядышком вот такое вот здание, где буквы выдавлены. Прям в стене написано «фестиваль». «Фестиваль» и вот такое желтенькое что-то. Мне кажется, это что-то типа клуба. Собачка! А вот, смотрите, еще одно местное произведение искусства. Я не знаю, что это. Я сейчас как дура ошибусь, там значок пиццерии, но мне кажется, это похоже на Лена. Нет? Если я не права, то исправьте меня в комментариях. А вот, смотрите, какое прокольное место прохожу. Парила и Ахумадос. Тоже рестик. И у него внутри за забором такая посадка двухэтажная. И вот такое можно найти. Просто идешь, дома, дома, дома. Оп, дворик. И у кого-то здесь цветочки растут. О, дедулечки. И собачки на пять. Ну, я пришла в кафешку, которую я хотела. Лас Фролис называется. Надеюсь, здесь нужно брать. О, там тортики какие-то, смотрите. Спасибо. Вау. Всякие десертики. Тортики. Блин, как красиво. Тут праздник у кого-то. Ура. Вау. Мне нравится. Сейчас сяду, наверное, в Данке сюда. Короче говоря, это очень прикольное место. Давно сюда хотела пойти. Вообще, сейчас... Очень рада, что оказалась у Секусникова рядом в этом районе. Я заказала Flat White. Ааа. Павропаву. Я заказала Flat White. Я здесь Flat White нигде не видела. А капучино у них очень легкий, прям молочный. Поэтому я заказала Flat White. И какую-то пасхаду делье, рыба дня. Может, это будет. Обязательно покажу. Что я вам хочу рассказать. Из новостей. Из новостей. Ко мне приедут родители мои. 1 января. Они полетят через Турцию. Отметят новый год в Стамбуле. А потом полетят к нам. Они вылетают 1 января в 2 сутра. И через 17 часов в Турцию у нас летят они так же, как и мы, в Турцию. Вот. Везут нам подарки. Везут мне телефон. Поэтому. Теперь у меня будет больше зарядки, чтобы я могла больше всего снимать. Потом я общаюсь с двумя компаниями по перевозке животных. Хочу привезти сюда свою собачку, Сибу. Пока это вырисовывается в сумму около 3 тысяч долларов. Конечно, за эти деньги можно было купить кому-то билет, чтобы привезли животное. Но есть одна причина, по которой даже несколько, по которой я буду делать пищи с перевозчиком. Первая, потому что я хочу, чтобы все-таки делать человек, который это умеет делать. Конечно, можно кому-то из друзей купить билет за эти деньги куда-ли обратно. И еще и друга привезти. И, как бы, и собаку. Но я хочу, чтобы это делал человек, который точно не потеряет собаку. И что ничего не случится. Плюс компания будет делать европейские документы. С европейскими документами. Собаке не нужно проходить. И карантин во многих странах. Двухнедельный. Поэтому для будущего, для будущих путешествий, сделать такие документы для силы будет очень даже полезно. Вот. Я решила снимать такие еженедельные влоги о своей жизни. Не знаю, может быть, вам понравился такой формат. Пока решила делать так. Вот. Напишите, что думаете по этому поводу. Там какой-то праздник собирается. Лот номер один. Принесли флот вайт. Кстати, очень красивенький. Рисуночек сделали. Обычно более пофигистично относятся. Так. И вот такая вот подача рыбы дня. Это белая рыба. И какой-то мусс, пюре. Я не знаю, из чего. Сейчас попробую. Сейчас будем оценивать это блюдо. Эту рыбку. Подача очень красивая. Это белая рыба. Речная. Мне кажется. Похожа на минтай по вкусу. Да, как я люблю минтай. Мне нравится. И она не пересушенная. Это отдельный конус. Ставлю ей оценку 80. Короче, как я поняла, это там свадьба, потому что пришла невеста с букетом. Но прикольно. Такая свадьба-пранч. У меня моя рыбка и кофе вышла на 3500 песен всего лишь. Блин, вы просто посмотрите, как это красиво. У меня слов нет. Это очень красиво. Приехала домой. У меня сейчас будет урок по-английскому. Блин, с этой малиной в шоколаде. Мне кажется, недолго мои джинсы будут так на меня хорошо сходиться, как сейчас. А мы смотрим футбол. Сегодня Аргентина играет в полуфинале с Хорватией. А в этой стране не смотреть футбол – это грех. Мы смотрим футбол. Саша тоже болеет за Аргентину. Месси, Месси работает. Сейчас будет пенальти. Мы больше, блядь, не вчера не забьем. Ну подожди сейчас. Если забьют пенальти, надо будет на балкон выходить. Еееееее. Уди сюда. Ну, сейчас надо слушать. Вы слышите, как народ радуется? Соседи орут. Кайф, у нас сейчас соседа из соседнего дома. А ты говоришь, Месси пенальти не забивает Не, не забивает, но просто не везло Что-то последний раз Второй гол Вот этот Малыш забил Он просто молодой, поэтому я его так называю Мы решили, что будем смотреть Второй тайм где-нибудь В баре Вышли на улицу, а здесь пустота На дорогах никого Мы идем смотреть футбол Кстати, открыли мост женщины Калатравы Спустя пять месяцев Как мы сюда приехали Ну так, кажется гол Судя по-другому Нет, не гол Это просто начало Так, мы пойдем смотреть Направо Здесь вон направо налево везде футбол смотрят И все в бело-голубом И с флагами А вон смотрите Бабуля на шляпке флаг Я никогда футбол не любила Но здесь какая-то особенная Какая-то атмосфера у него Все радуются О, смотри Итак, мы продолжаем этот день Я сейчас иду встречаться с девочкой Которая приехала из Дубая Точно сюда рожать У нас есть общие знакомые Которые сейчас живут в Черногории Мы через нее познакомились И она мне привезла видеоняню Потому что наша видеоняня сдохла Я уже несколько дней Ночую в детской комнате Чтобы слышать Сашу Если вдруг он заплачет Вот Это, конечно, немножко дискомфортно И привезла мне косметику Которая у меня заканчивается Поэтому сейчас пойду Встречаться с Настей Итак, мы проходим Мимо моего второго любимого комплекса Жилого СЛС И вот в этом доме Он называется Линк Тауэр Живет Настя Блин, как красиво Я перестаю дышать Шла я шла И набрела на новый мебельный магазин Блин, почему здесь так много Продается красивой мебели Но в квартирах, которые ты снимаешь Ее просто нет Ну либо они просто жмотятся Какой-то закон подлости Ей-богу А вот и Линк Тауэр Такой прикольный жилой комплекс тоже А напротив них Есть очень классный ресторан Модный, в который я хочу сходить Надо вытащить его дома Посмотрите, какой песечка идет Какой сладкий песик идет Господи, какой лапочка Вот так вот, Мило, мы сегодня идем на завтрак Все вместе Антон работает А Артем ест кексик Вкусный кексик? Ну хорошо У нас грязный стол Вот мой омлет с сальмоном и авокадо У Артема с сыром У Антона авокадо-тост Чек у нас сегодня вышел 8 690 веса И меня тоже, да Ой К вопросу о том, что многие думают Что в Аргентине все население бедное А где же Артем? Вот Артем! Куда же спрятался? Уже классическое видео из лифта Я иду на тренировку Положила Артема спать Дома осталась няня Взяла карточку Иду в спортзал Потому что я худая Но я не спортивная сейчас У меня мышцы все ушли Поэтому Я буду заниматься Сегодня для тренировки Не нужны только Резинки И все 12-мутная тренировка Джоджо Это просто Убийство Эмилик Эмилик Марк Продолжение следует Как Взрослого Всего Мастер Эмилик Субтитры сделал DimaTorzok Я позанималась. Сейчас хочу полежать с вами, поразговаривать. В общем, за эти несколько месяцев, надеюсь, у меня нет тренера, местного тренера я брать не хочу. И хоть я занимаюсь всю свою жизнь, мне все-таки нужна какая-то программа, чтобы делать упражнение в какой-то последовательности, чтобы у меня не было пауз, пока я сама все придумаю. Потому что я первые два месяца покупала тренировки. Да, тренировки были неплохие, но мне бесилось, что очень много болтовни между подходами. Я уже успевала, не знаю, остыть. Поэтому я вернулась и вспомнила, что когда-то давно я занималась по тренировкам Victoria's Secret моделей. Это Rony Stretch. У меня старые тренировки есть на ютубе. Несколько. Есть еще Georgia от Josephine Scriver и второй какой-то модели тренировки. У них целый ютуб-канал, посвященный спорту. Вот. И у них очень классные, короткие, там, 10-минутные, 15-минутные тренировки, которые прям либо разбитые по тематикам, это ABS, Boots или Lex, либо комплексные fullbody. Они короткие, классные, а если хочешь немножко пожестче, то можешь объединить, сделать тренировку ABS и можешь сделать тренировку отдельно на ноги, допустим, или сделать тренировку fullbody в несколько кругов. Короче, мне нравится. Ну, как вы видите, я тут красненькая прям. Короче, сейчас занимаюсь по ним. Надеюсь привести свое тело в тонус, потому что, как я уже говорила, я просто худая, но все мои мышцы куда-то ушли. Вот так. Ну все, я отзанималась. Еще сделала пару упражнений в тренажерах. Сделала заминку. И теперь пойду в душ. А потом расскажу, что мне вчера привезла Настя из Дубая, что я заказывала себе сюда привезти в Аргентину. Итак, я решила снять распаковочку того, что я заказала себе из Дубая сюда в Бонус-Айрес. Первое это пидеоняня. У нас такая была. Ее нам привез отчим Антона из Америки, когда родился Артем. Ей было два года уже пидеоняне. Но эти два года Артем ее уронил в такое количество раз вместе с няней, что, короче, она здесь перестала камерой передавать сигнал. И последние несколько дней я просто спала в комнате детской, потому что бы слышать, что ночью происходит с Сашей. Заказала новую. Она оказалась какой-то апгрейд версии новой. Я ошибаюсь с размером экрана. У нас была вот такая, а теперь вот такая. И смех, и грех, как говорится. Ну, зато будет лучше видеть ребенка. Вот. Дальше. Следующий лот это косметика. Я на самом деле сейчас пришла от стоматолога, и я все это показывала с таким вот перекоченным лицом. Но я поняла, что для того, чтобы закончить Макаши-то видео, мне нужно распаковать посылку. Если этого сейчас не сделаю, то я это не скоро сделаю, поэтому будет так. В дом, как есть. Поэтому можно назвать, что у меня немножко вот эта часть лица не двигается, еще немевшая. Я заказала салфетки из Оскина Баджи, обновляющими, обновляющими, обновляющими. Я им пользуюсь уже два года, мне два, полтора, наверное. Мне очень нравится. Это моя четвертая, если не совру, ну, короче, не первая баночка. Моя, которую я сюда привозила, уже заканчивается. Вот. Салфеточки, тендирующие, обновляющие. Энзимная пудра от Бабр. Энзимная пудра от Бабр для омывания, чистит речика. У меня кожа склонная к жирности в Т-зоне, и поэтому нужно обязательно что-то энзимное, чтобы это все немножко уравновешивать, чтобы не забивались пора. Далее, я написала своему косметологу, чтобы мне купить из кремов. И уже не первый раз покупаю крем для газ и губ от Сиздерма, уплотняющий. Мой заканчивается. Потом, это сыворотка гиалуроновая, по-моему, от Сиздермы. И легкий крем с витамином С от Сиздермы, чтобы выровнять цвет лица. Далее, как-то вот так получилось. Я думаю, что мне этого всего достаточно надолго хватит. Я здесь из всего заказывала, потому что я пользуюсь профессиональной косметикой. Здесь брендов привычных нету, только всякие Биодермы, Ламер, которые больше относятся, не знаю, к такой непрофессиональной косметике. А я привыкла пользоваться полупрофессиональными. Здесь она совершенно других брендов, мне неизвестна. Чтобы не экспериментировать, я бы попросила перевести свои любимые средства. Вот так. Итак, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Я буду безумно благодарна, если вы проявите любую активность в комментариях под этим видео. Поставите лайк, колокольчик. Может быть, подписывайтесь на меня. Потому что это помогает развитию моего канала. А если вы поделитесь этим видео еще в других соцсетях, я просто вас расцелую. Также подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм. Там я выкладываю что-то каждый день. И большинство из того, что было во влоге, уже было в других соцсетях. И вы можете видеть это раньше. Еще раз спасибо за просмотр этого видео. И увидимся в новом влоге.